Итак, начнем давайте. С вами на связи Алена Верц, город Гамбург, Германия. Сегодня в Германии у нас выходной день. Сегодня так называемая Страстная Пятница, в воскресенье у нас Пасха, и поэтому очень-очень спокойно на улице, прям аж ощущение спокойствия исходит отовсюду, да, я люблю выходные дни, я живу в той части города, где далеко от порта огромного гамбургского, и очень много машин ездит, очень много того, что делает наш воздух загрязненным, корабли я слышу, и когда, конечно, выходной, а сейчас в наше время карантина, так вообще тишина и покой, это очень здорово, да, слышно, как поют птички, да, можете написать, откуда вы, буду очень рада. Следующие уже 38 минут мы проведем с вами, посвятим с вами теме иммунная система, да, наша тема иммунная система. Знаете, я вам сегодня не буду говорить о том, что такое иммунная система, как она, да, функционирует. Более глубокие знания об этом у нас есть люди, у которых мы учимся, это ученые, это врачи, кандидаты медицинских наук, например, Ольга Валентиновна Подхомутникова или Ольга Алексеевна Бутакова, есть еще много... Привет, привет, здорово, Санкт-Петербург, Харьков, Минск, Гамбург, очень рада. А вот, я всегда очень ценю, когда люди хотят заниматься своим здоровьем, и действительно это уважение большое ко всем вам, большое-большое уважение. Вот, и вот что такое иммунная система, мы поделимся в наших чатах, кто хочет более глубоко изучить эту тему. Я же хочу сегодня со своими партнерами, да, с теми, кто уже получил прекрасные результаты, поделиться с вами именно нашим практическим опытом, нашим видением, что такое вот именно наша иммунная система, вот именно как это с нами случилось. Ну, про себя я так расскажу немножко. Я помню, когда я переехала в Германию, вроде так, ну, это было 17 лет назад, я хорошо помню, как здесь резко поняла, что здесь нету солнца, да. Меня очень удивляли немцы, которые, как только солнышко выходит, они сразу же раз встают под солнышко, такие довольные. А я с Волгограда приехала, какие-то там солнца у нас полно какое, да. Через год сама так же выбегала на солнышко и до сих пор это делаю. Потому что солнышка, конечно, здесь не хватает. И сразу же начались простудные заболевания. Гамбург – очень сырой город. Я говорю, ну что ж, сырой город, да, от этого и зависит мое здоровье. Ну вот смотрите, наше здоровье, наша иммунная система, вот, да, когда мы начинаем болеть, простудные заболевания, я говорю, я могла заболеть и в июне, и в январе, и в декабре, и практически каждый месяц были, ну, горло болело. Да, я говорила, ой, у меня слабая иммунная система, надо что-то для этого сделать. Да, и мы вот все так думаем. Поэтому я не буду говорить именно, что такое иммунная система, мы можем часами об этом общаться. Сегодня другой подход. Еще мы сегодня не будем говорить о тех, скажем так, народных средствах, которые есть. Да, никто не отменял, сразу говорю, прогулки, свежий воздух, солнышко, да, никто не отменял дыхательные практики, никто не отменял движения. Этим всем мы будем и должны заниматься. Вот. Чай хороший, да, без добавок, зеленый, имбирь, там, чеснок, лук, все это мы и так знаем. Ну, я по себе знаю, я это знала. Я пила литрами чая с самого детства, я помню, мы с мамой пили отвар багульника от кашля, такой горький. Ела я чеснок, ела я салаты, я много двигалась, и тем не менее я постоянно простывала. И когда родился ребенок, вот у меня было 26, и когда я была 4 года, я поняла, что мы просто с ней постоянно болеем. Ну, стресс, это понятно, тоже влияет на нас. И вот представляете, что вот это состояние, когда уже начинался гайморит, когда ты, ну, горло болит, это очень неприятно. Я уже 8, ну сколько, 7 лет у меня не болит практически никогда горло. Если болит, то я знаю, чем это убрать очень быстро. До этого мы пили литрами чая, литрами всякую малину ели, мед ели, опять же, с медом, да, какой мед, чего мед, это тоже очень такая непонятная вещь, какой мед сейчас продает. Но о чем я, к чему я подвожу? К тому, что есть другие средства, которыми я начала пользоваться, и которые меня очень быстро привели к результатам. То есть когда вот в 30 лет, ну, действительно, у меня даже такой шок был, страх был, что у меня здоровье уходит, что я не могу никак-никак с ним справиться с этими простудами, что у меня уходит энергия. И было, конечно, очень неприятно, и потом пришла информация о том, что можно по-другому, более эффективно и качественно защищать свою иммунную систему, подправлять. И вот я уже 7 лет как не хожу в аптеке, о чем пойдет речь? О продуктах Кораллового клуба, которые мне помогли, вот уже помогают 8 лет, действительно поддерживают себя в форме. До Кораллового клуба я пользуюсь гомеопатия. Гомеопатия прекрасная вещь, но она недостаточна. Что мне именно, мне помогло в первую очередь? Конечно же, когда я поняла, что нужно пить воду и какую воду, я начала пить Коралловую воду. И уже через 2 недели я прочувствовала, что у меня правда лучше дышится, мне лучше ходится и как-то и настроение улучшается. То есть мы начали с дочкой пить прежде всего Коралловую воду. Еще там есть разные другие результаты, но моя мама поделится еще с этими результатами. Второе, что мы сделали, это мы очистили организм. Я очень хорошо помню, когда я сделала антипаразитарную программу Кораллового клуба. У нас очень классные, натуральные антипаразитарные программы. И у ребенка, извините за прозу жизни, вышли глисты. Но зато ей через полгода, она реально в 3 раза меньше стала болеть. А какое это счастье для родителей, когда его ребенок не болеет. То есть есть у нас вот такие коробочки, они красивые, они натуральные, в них есть все травы, нам не нужно самим это все собирать. И для меня это тогда было вау, вот это да. До Кораллового клуба мы пили очень хорошие витамины. Но вы знаете, этих витаминов нам, я так вот сейчас понимаю, просто не хватало. Ну пили мы омегу, да. Но без правильной воды и без того, чтобы убрать из организма не тех, кого надо, долго мы с вами будем еще пить эти витамины. Я помню, что первые месяцы в Коралловом клубе мы прям литрами пили, знаете, у нас есть такое, так называемое коллоидное серебро. Вот так вот это выглядит. Сюда вставляется разбрызгивателей. Эли очень нравился, она говорит, вот так вот, да, говорит, «Брызните мне, мама, брызни мне в горлышко серебряную водичку, это коллоидное серебро, оно не токсично». И мы прям вот в первые месяцы, там 6-8 месяцев, мы по 2-3 бутылька действительно выпивали с ребенком. И ей это нравилось, да, когда там 5-6 лет, как сложно ребенку засунуть что-то в рот, чтобы он что-то вообще делал. Вот, поэтому это вот следующий мой продукт, с которого я начала, да, вода, антипаразитарная очистка, коллоидное серебро, и еще мы ели прям горстями так называемое молозиво. Вот я очень люблю этот продукт. Молозиво – это то, что вот только вот ребенок родился, и у мамы появляются вот эти первые капельки. И вот это молозиво, которое есть у нас в коровом клубе, оно идет от коровы. Вот корова только родила, и теленочка, и сразу же появилась это молозиво. Это великолепный результат оказывает на поддержку иммунной системы, и это у нас и сейчас мы этим занимаемся, да. Мне все равно, там, вирус, не вирус. Я знаю, что я пью коралловую воду теплую каждый день, немного. Мы брызгаем каждый день перед выходом на улицу коллоидное серебро, да, и мы, конечно, смотрим за тем, чтобы было тоже молозиво у нас в рационе. Вот это основное, о чем я вам хотела рассказать и поделиться, и вот те продукты, которыми я и пользуюсь, их еще больше, их много, но я бы хотела, чтобы сегодня рассказали другие люди о своих результатах, вот, поэтому подключаю сейчас, тебе слово, Елена Рулева. Хорошо. Добрый день, друзья. Да, тема у нас сегодня очень хорошая, очень обширная. Постараюсь как-то вот свой опыт рассказать и применение вот наших продуктов. Дело в том, что раньше вот до, опять-таки вот я сейчас вот хотела сказать, до кораллового клуба я не задумывалась об иммунитете. Нет, на самом деле, и я сейчас поймала себя на мысли, что именно здесь, в коралл клуб, ну, вы знаете, нас не то, что, нет, это не заставляют, вот, да, приходит понимание очень многих процессов в организме, да, и ты хочешь разобраться, а что это такое с тобой происходит. И опять-таки повторяю, про иммунитет я никогда не думала. Ну, вообще в СССР вроде бы такого не было, что там слабый иммунитет, вот, да, да, вообще мы даже, я не помню, чтобы мы такое слово, вот, и как его укреплять, и что с ним делать, да, вот, и где он живет, этот иммунитет. До сих пор очень много темных пятен в этой теме, теме иммунитета, где он живет, вот, да. Даже слушала профессиональных врачей, и расходятся мнения, расходятся. Ну, вот первое, вот, с чем я столкнулась, когда я прилетела в Гамбург, это 8 лет назад, к Алене, ну, к своим детям, и у меня вообще всегда по жизни хронический бронхит в стадии ремиссии, и, ну, я его как-то там поддерживала, как уже Алена говорила, народными способами, да, до антибиотиков старалась не доходить, а тут прилетела в сырой Гамбург, и я чувствую, что все, я заболеваю, у меня начался кашель, да еще с гноем, высокая температура, я расстроилась просто до невозможности, потому что это такой бронхит, когда он обостряется, это месяц-полтора кашля, вот, и я уже никакая, а я всего на месяц прилетела. И, конечно, расстройство, да, прилетела к детям, а это... Но уже была продукция кораллового клуба, естественно, они меня начали отпаивать. И вот тогда я столкнулась с корой муравьиного дерева. Это я влюбилась, это 8 лет назад, в этот замечательнейший продукт, и на сегодняшний день я понимаю, что без него любой иммунитет, он, ну, он не работает, он должен быть в доме, этот продукт, кора муравьиного дерева. Сразу же вот скажу, что у нас в компании есть продукты, которые можно назвать иммуномодуляторами и иммуностимуляторами. Некоторые продукты моделируют иммунную систему, а большинство продуктов именно стимулируют, активируют работу иммунной системы. И вот, допустим, вот, Алена уже говорила, молозиво, оно особенно у ребенка, оно формирует иммунные клетки в организме. Это, можно сказать, молозиво, он является как иммуномодулятором, он моделирует иммунную систему, особенно у детей. Вот сейчас вот в наше вирусное время вот просто вот надо молозиво, ну, я не знаю, как ребенку обязательно давать, даже если он не болеет. Вот, я хочу, чтобы вот вы поняли, что наши продукты это не лечение, это не таблетка от там, от каких-либо там патологий, да, а допустим, то же самое молозиво надо постоянно, регулярно, постоянно на основе, вреда совершенно не будет и, повторяю, особенно у детей. Вот. Я не знаю, вот сейчас в Германии, по-моему, нет молозиво или уже появилось, да? У нас-то, у нас-то в России молозиво есть. Разобрали в марте молозиво, но обещали к концу апреля будет, да, кто понимает. У нас, да, у нас молозиво есть. Так вот, еще вот к иммуномодуляторам у нас также относятся и кошачий погодь, вот он имеет, это такой тоже продукт, он имеет ярко выраженный иммуномодулирующий эффект, да, и жуль печени акулы. Жуль печени акулы, он тоже способствует образованию иммунных клеток. Вот это вот три вот таких вот основных продукта, которые именно моделируют иммунную систему. А вернемся вот к коре муравьиного дерева. Я вот когда почувствовала результат, вот, ну, в то время, 8 лет назад от коры муравьиного дерева, у меня буквально за 3-4 дня у меня все ушли симптомы хронического этого вот, ну, обостренного вот этого бронхита. У меня, ну, прекратился кашель, снизилась температура, и я была очень удивлена, вот, ну, опять-таки, это все было в комплексе, горячая коралловая вода и кора муравьиного дерева. И я помню, мои внучки при простудах кору муравьиного дерева пили как чай через трубочку, там, с небольшим количеством меда, горяченькую вот, да, и с удовольствием пили, как только вот заболевали. Вот, допустим, сегодня кору муравьиного дерева можно как для профилактики пить, вот, допустим, ну, 3 капсулы в день. Это для профилактики абсолютно не повредит, это будет поддерживать иммунную систему. Но если вы почувствовали у себя какое-то недомогание, что-то там такое, вот, это просто надо в разы. Я помню, когда у меня обострялся периодически этот хронический бронхит, но мы все люди, да, если я, допустим, в теплице в мае месяце, там, плюс 25 градусов, а я в теплице что-то там, чего-то делаю, я потом выхожу на холодок, на прохладный ветер, и такая счастливая, а на другой день я сваливаюсь со своим бронхитом и с температурой. Этого дела с тех пор я тему теплиц закрыла. Вот. И, естественно, сразу же, сразу же по 16 капсул коры муравьиного дерева в виде чая. Это идет такая мощная стимуляция иммунной системы, это не вредно. Не вредно таким образом стимулировать иммунную систему. Там сразу же начинают вырабатываться, то есть тормозится активность ферментов, вирусов и бактерий при таком количестве коры муравьиного дерева. Ну и вот представьте, что сразу же там происходит в организме, да? Вот. Куда эти активности, эта ферментативная активность этих вирусов, она абсолютно входит на нет. Вот. А мы говорим, мы выздоровели. Что это, я пила таблетки? Нет, это не таблетки. Просто я поддерживала свою иммунную... Я активировала, я усиливала защитные свойства своей иммунной системы, да? Вот. И, допустим, у нас есть кора муравьиного дерева с матэ. Матэ там буквально небольшое количество, это даже детям можно. Но матэ усиливает, усиливает именно иммунную вот такую вот составляющую, именно коры муравьиного дерева. Вот. И есть кора муравьиного дерева с селеном. Селен – это один из самых мощных антиоксидантов. Наташа потом, скорее всего, расскажет потом про антиоксиданты, да, а вот я хочу вот именно селен в составе вот коры муравьиного дерева, да, он очень хорошо стимулирует активность иммунных клеток. Еще вот я не могу не сказать про продукт, который тоже мой любимый с тех пор. Ну, это сразу видно. Спроси в коралловом клубе, у кого какой любимый продукт? Я скажу, кора муравьиного дерева, солодка, да? Ага, значит, у тебя патологии бронхов, да, идут. Потому что, ну, совершенно полностью это убрать, я же говорю, вот пример с цеплицей, да, пошел вот по своей, так сказать, глупости, да? Ты все равно должен все делать в комплексе, ты должен беречься. Если ты знаешь свое слабое место в организме, поддерживай его, да? Вот. И как Алена вначале сказала, делай все в комплексе. Ходи гуляй, пей много воды, делай дыхательные хорошие гимнастики, разгоняй лимфу, чтобы это было все в комплексе. И вот, пожалуйста, солодка, да? У нас солодка не просто солодка, а солодка с имбирем, да? Имбирь – это вообще прекрасный продукт. И вот именно солодка с имбирем очень хорошо активирует иммунную систему. Способствует, и самое главное, солодка, она способствует такие составляющие в ней, выработке собственного интерферона. Ну, а сейчас, по-моему, уже все знают, что интерферон это очень такой хороший, хорошее вещество, которое именно укрепляет иммунитет. И вот, что еще хочу про имбирь сказать. Буквально на днях я слушала, сейчас же очень много видиков всяких роликов, да, кидают, и слушала одного небезызвестного доктора, Топалов, по-моему, такой у него… Топалов есть, да. Топалов, да, в очках сидит, такой вот еле-еле говорит, вот, да? Но много хороших вещей говорит, да? И вот мне скинули ролик, и он вообще так, прям про имбирь, ешьте имбирь, вот прям сейчас наше время, имбирь, так, все в зале с имбирем, почему имбирь не раздали? Так, срочно идите, раздайте всем имбирь. Я понимаю, я согласна, имбирь – прекрасный продукт, да? И да, он способствует и укреплению иммунитета, и поддержке иммунитета, но много ли вы съедите этого имбиря? Ну, можно ходить, жевать этот имбирь, вот, да? А тут вот, понимаете, что такое наши продукты? Солодка с имбирем. Ну, это же не просто так взяли, затолкали в баночку порошок солодки и добавили порошка имбиря. Нет, за этим прекрасным, эффективным продуктом стоят научные изыскания, опыты, исследования, и именно вот столько имбиря, вот столько солодки, чтобы они усиливали действие друг друга, чтобы они давали именно тот эффект, который я в свое время получила, и очень удивлялась, почему я там по месяцу, по полтора литрами пила бабульника-мать и мачеху, и, ну, где-то за месяц, да, у меня там более или менее этот мой бронхит, там это сходил на нет, да? Вот. А тут я из-за каких-то капсул, и когда я стала с этим разбираться, естественно, моему восхищению, удивлению и предела не было. И сегодня, ну, сейчас многие уже знают, что я сейчас являюсь тренером проекта Фатлаб, это проект «Здоровье и стройность», и мы очень серьезно занимаемся питанием, не только нутрициологическим питанием, но и питание высокожировое, малоуглеводное, и я вот просто вас всех призываю. Пожалуйста, вот исключите сегодня, вот прям на это время, на это вирусное время, исключите из своего рациона углеводы, уберите все сладкие, жирные, мучные углеводы, помогите организму, не надо думать, что если вы будете лежать на диване, есть пироженку или сладкую булочку и смотреть телевизор, и потом вдруг у вас что-то там запершило в носу или в горле, вы взяли солодку, вы взяли кору, и на вас свалилось счастье. Нет, друзья, этого счастья не будет, вы должны реально понимать, что вы кладете в рот, что вы кладете в рот, как вы поддерживаете свой организм, да, и в критические моменты усиливаете нашими замечательными продуктами, и пейте больше воды, дышите хорошим воздухом, да, сейчас гулять нельзя, это я когда сейчас советую, гуляйте, да, это да, я сама гуляю вдоль леса, естественно, мне это, ну, помогает, вот, да, но гуляйте, я не знаю, на балконе, форточку, высуньте голову и подышите в форточку, да, если вот она на то пошла. Конечно, кто хочет, тот это нанесет, вот, да, поэтому вот эти вот все вот это в комплексе, вот это и есть наш иммунитет. И еще хочу напоследок сказать, у нас на сайте есть хороший раздел «Укрепление иммунитета» или «Защита иммунитета», как называется этот у нас отдел? Ну да, там связано с иммунной системой, да. Да, да, связано с иммунной системой, вот, и, да, и сейчас я очень удивилась, у нас обычно там было, ну, где-то порядка 5-6 продуктов, да, а сейчас компания таких сделала хорошие наборы и еще добавила туда и омегу, и детскую омегу, и детские витамины, и принатал, и вот все в комплексе собрала, чтобы человек открыл. Открывайте на сайте раздел про иммунную систему «Защита иммунитета» и читайте, читайте, что делает каждый продукт с вашим иммунитетом. И будьте здоровы, не болейте, и всего вам самого хорошего. Да, очень здорово, вот, спасибо, мама, прям очень хорошо, давайте следующего послушаем у нас, члена моей команды, это Наталья Гуль, Наташа, давай поделись, я знаю, что у тебя тоже очень прекрасные результаты, и будем рады услышать, вот, что тебе, как тебе помогло, да, там, пожалуйста. Здравствуйте, мои хорошие, меня слышно, видно? Да, тебя слышно прекрасно. Кому не тяжело, включите, пожалуйста, камеры, потому что люблю смотреть в глаза людям, люблю людей, я очень рада, что вы все вместе собрались. Мы сегодня с вами поговорим про такую важную тему, которая сегодня очень актуальная. Вот, я хочу рассказать, что нужно нашему телу, ну, человек, как всегда, ну, что же нам нужно? Нам нужен воздух, вода, еда, поспать, садить в туалет, конечно, и это же входит все в коралловом клубе, что нам нужно. Вот, да, с водой мы начинаем с дыхания, чтобы как воздух будет поступать в наши мозги, но когда очистка, отходить в туалет, ну, у нас тоже есть много детокса, потому что если человек не ходит в туалет, у него начинается детоксикация. Вот, и сейчас я хочу... Интоксикация, да. Детоксикация, да. И это все плохо идет к нашему организму. Вот я когда-то, 5 лет назад, приехала в Германию, на самую южную Германию, ну, в Винферберге я работала, это такой хостел, и нас-то начали кормить, ну, всема фастфудами, и сразу я поняла, что что-то не так. Хотя говорят, что возле южной Германии там воздух, на южное море, что воздух, у меня хронический гайморит был, мне было невозможно дышать, голова болела, вот я не знала, что делать. Ну, говорят, если ты что-то хорошее делаешь, и к тебе придут хорошие люди. Ну, ко мне пришли Алена с Мишей, и они сказали, вот, Наташа, делай так и так, но, слава Богу, у меня уже голова не болит 5 лет, вот, и у меня нет гайморита, я дышу свободно. Мне также кораллой клуб помог побороть болезнь моей мамы, у нее был менингит, и мы помогли ей выступить из менингита, так как у нее очень сложно, и у нее был не только менингит, у нее было что-то, это, воспалился не только кровь головной мозг, и сам головной мозг воспалился. Ну, и мы воспалились, и, по-моему, подняли иммунную систему. Вот так. И мы сегодня будем говорить, что вот в нашем организме много рецепторов, которые помогают нашему иммунному систему. И чтобы эти рецепторы работали, нам нужны тогда туда витамины и микроэлементы. С витамином нам нужны витамины группы В, витамины С, да, селин, цинк и калий, кальций. Ну, у нас в клубе, вот у меня такая классная штучка, вот, кстати, не было у нас на продаже, у меня муж прибежал и говорит, Наталья, Наталья, я там слышал, людей, которых не было витамина Д, они приносятся к группе Гризыка. Спроси, спроси Алену, или она нам баночку дась. И Алена нам дала эту баночку, чтобы он успокоился. Говорят, если стресс, так человека еще больше, иммунная система падает. Что такое липосомальные витаминки? Ну, вот витамин Д, он выглядит так. Липо – это от слова «жир», сомаль – это тело, это получаются такие классные пузырьки, которые наполнены витаминками, в нашем случае это витамин Д, либо витамин С, либо куркумин. Они получаются, чем же, что они хорошие липосомальные витамины, поэтому в жировой оболочке у них такая мембранка, они, получается, попадают в наш организм, и мы знаем, что у нас кислота в желудке есть, и если они без мембранки, мы пьем таблеткой, мы идем в туалет, и потеряли 90%. А если у нас вот такая прекрасная липосомальные витамины, они поступают нам кровь и идут к клетке. Вот, витамин С, он очень мощный антиоксидант. Я вчера была в магазине, у нас в Германии говорят, что вот пейте витамин С, будьте здоровы. Но у нас есть такая марка Сока, ХОСЦ, и они вчера были все раскуплены. Но представьте, сколько человеку надо выпить этого витамина С. Ну, я считала, что надо 10 тысяч стаканов. Если мы, ну, если такие спортсмены есть по соку, который сколько может выпить, ну, что там будет? Мы получаем АКСИП, мы порушим функции нашего желудка, мы не будем ходить в туалет, еще у нас может быть аллергия. Да, это опасно. Непонятно, какой там витамин С вообще засунуто. Вот так. А витамин Д, вот, я просто смотрела, вот, где, что почти все люди на планете, 60% людей есть дефицит витамина Д. Витамин Д, он отвечает за строительство нашей клеток, костной системы, вот. Если нет, витамин Д так и стимулирует, не стимулирует напрямую наш иммунитет, но он помогает в переработке аминокислот, которые стимулируют иммунную систему. И вот, если у нас написано, что витамин Д вот сколько и сколько, так он получится, мы получим его в 100%. Еще один большой тренд сейчас в маркете – это куркума. Но я не знаю, как вы, но я когда зайду в Фейсбук, там, пейте куркуму с медом, то-то-то-то. Ну, это порошочек, чтобы вы поняли, он лежит в баночке, он оксидируется. А в нашем куркумине – это экстракт куркумы. Это экстракт куркумы. Наши все витаминки, они делаются в Нидерландах. Это новейшая фирма. Они сделали с коралловым клубом «Контракт». Это экстракт куркумы. Они делают такую фосфолипанную оболочку. Это с лецитина, с подсолнечного лецитина. И оно проступает к клеточке. Наши витамины Д, С можно пить каждый день. Куркумин тоже можно пить каждый день. Но его принимают при воспалении. Вот куркумин, когда я была дома, у меня мама заболела. У нее был грипп очень тяжелый. Так мы с куркумином за три дня стали здоровы. И теперь она говорит, я только чувствую, что у меня грипп начинается. я так под язычок «Куркумин, куркумин» и уже здорово. Ну, видишь, какой хороший результат. Да, но не то, что наши витаминки, вот я люблю витамин Д. Я не знаю, как вы, он мне такой говорит, надо сболтать. Шейк, шейк, шейк. Ну, и потом насладиться. Да, нет, он правда вкусный. Вот его дети любят. Вот я пробовала другие вот там в таблетках витамины. Ну, невозможно. Ну, как ребенку у вас тоже как засунуто. Ну, в чем говорят, что для нашей иммунной системы, ну, много играет психоматика. И вот у нас такой классный продукт, как витамин В есть. Витамин В – это солнышко в кармане. И когда ты с него сидишь, вот, он такой вкусный. И при том там и витамин С даже, и все группы витамины В, которые нашей клеточке нужны. Так что, ребята, я вам советую, пожалуйста, это витамины, как и микроэлементы. И то, что ты подумал, вот сейчас я выпил витамин, да мне хватит на год. Все витамины и микроэлементы нам нужны каждый день. Так что, если вы хотите быть здоровыми, там говорят, чисто не там, где убирают, а там, где не сметят. Если вы хотите быть здоровыми, не болейте. Удерживайте свою иммунную систему. Будьте здоровы, берегите себя. С любовью, Ваша Наталья. Благодарю за внимание. Наташа, спасибо большое, очень. Я очень рада, я просто хотела все поделить. У меня сколько информации, и я так всем, как говорится, у меня прям прет, какая я довольная всему. Ты скоро будешь сама свои зумы проводить, и 40 минут будут все твои. Я очень рада твоим результатам. Я тоже помню, как тебе тяжело много было с простудами и так далее, и с мамой. Это многого стоит, когда мы получаем такие продукты, такие знания, и используем, и реально получаем такие сумасшедшие результаты. И сегодня еще у нас один спикер, как раз на последние 7 минут. Миш, может быть, на 5-6. Тебя всегда так... Ну, может быть, мы когда-то наши зум-встречи расширим до часу. Но пока сейчас так. Все. Михаил Желебовский, город Гамбург. Миша, пожалуйста. Меня зовут Михаил Желебовский. Мне 62 года. В караун-клубе я около 7 лет. Пришел тоже, как, наверное, многие, решать вопросы о здоровье. Хотя раньше об этом, скажем так, именно как о здоровье, вопрос не стоял, стоял вопрос по ликвидации болезни. Как всегда, напоследок выступая, как говорят, последнему или все, или ничего, поэтому я постараюсь очень коротко пару фраз сказать. Во-первых, что такое вообще иммунитет? Мы много говорим в последнее время о нем, но мало кто задумывается, что за этим кроется. Так вот, иммунитет, согласно, так сказать, ну, объяснениям ученых, это означает не что иное, как освобождение. Да, то есть иммунные клетки — это клетки, которые вырабатываются костным мозгом. Их прямая и единственная обязанность — это защищать организм. То есть не просто защищать, стоять, так сказать, на смерти, это они все равно делают, но и опознавать врага. Да, кто-то там. Только опознавать, но и применять такие усилия, которые конкретно необходимы для ликвидации той или иной, так сказать, враждебной системы, бактерий, вирусы. Да. По сути дела, можно сказать, что поддержание гомеостаза, да, то есть жизненный... Каждый из нас имеет систему закрытую, да, человек — это автономная закрытая система, и гомеостаз — это не что иное, как его сопротивляемость к внешнему миру, да, который, в общем-то, довольно агрессивно на нас действует так или иначе. Смотрите сами, чем мы дышим, что едим, что пьем. Вот, вот буквально два слова, чтобы мы, так сказать, тема иммунитет не была, так скажем, ну, поверхностной, что ли, да. Вот кто хочет, может, более глубоко посмотреть на эту тему. Вот. Я, когда пришел в коралл-клуб, то в первую очередь стал изучать концепцию здоровья коралл-клуба, да, потому что, в принципе, все, что мы не делаем здесь, с какого бы мы края не подошли, мы все равно работаем на наш иммунитет, да. И, как говорили древние китайцы, о здоровье надо думать за три года до болезни, а не за три дня до смерти. Поэтому то, что я делаю каждый день, и уже вот более семи лет, не что иное, как постоянно питаю свою иммунную систему, да. То есть я, по сути дела, даю организму на, есть такое понятие, код клетки, которое требует определенное количество определенных вещей, да. Начинается с воды, свою норму, пожалуйста, никто не отменял, да. Мы говорили тут о молозиво, да, мы говорим о серебре, которое тоже, так сказать, постоянно у нас должно находиться. Не забываем об энергии, а минус 500, да. Ну, жир акулы, это вообще, я никогда не стремлюсь оставаться на двух-трех, как мы рекомендуем, я иногда и по 10, и по 15 следаю, потому что, ну, это настолько нужная вещь, жир печени акулы, что, ну, я лично без этого не могу представить. Пентакан, да, необходимая вещь. Вот, ну и масса других вещей, спирулина, то, что мы, является нашим аминозором, да, необходимый белок, самый основной белок. Вот, в принципе, я на этом хочу закончить, просто в заключение добавлю, что надо заниматься каждый день, надо изучать систему, надо изучать продукт, надо потреблять не только теорию знать, но и потреблять каждый день. И, в принципе, когда наступают такие, так называемые, как хотите, кризисы или что-то там в мире меняется, это для нас, в принципе, большой роли не играет, да, потому что наша иммунная система, она на высоком уровне, и мы даже от нее просто заболем. Вот, в принципе, все. Ага, спасибо большое, Миша. Правильно ты сказал. То есть мы не должны рассматривать что-то отдельно в нашем организме, а в целом, да, и когда вы рассматриваете организм в целом, то вы будете получать комплексный подход, и действительно наша иммунная система, она и так, она такая мощная, да, на нас с космоса падает, не знаю, что, да, сколько вирусов всяких, бактерий, чего, только вокруг нет пыли. А тем не менее мы обладаем вот этим вот богатством, и его нужно только поддерживать уметь. Вот. На сегодня, дорогие друзья, у меня все. Я надеюсь, что вам все понравилось, вы для себя что-то уяснили. Более подробно давайте общаться в чатах, будем очень рады всем вопросам, потому что темы у нас много, тема интересная, и в следующую пятницу мы с вами встретимся еще на следующую тему. Вот. Всего вам хорошего. Можете поставить плюсики, понравилось ли вам отойти от холодильника. Все, пьем водичку, правильно питаемся, идем гулять, выходные впереди. Вот. Спасибо, Оксана. Супер. Вот. И обязательно учимся позитивно. Спасибо.